Сегодня 27 апреля. Ширяевская долина на Самарской Луке – одно из самых удивительных мест по Волжье. Говорят, что именно здесь, в своем волшебном подземном замке, обитает хозяйка Жигулевских гор – главная героиня многочисленных легенд и былин. Вот какую историю записал 27 апреля 1870 года известный собиратель волжского фольклора Дмитрий Садовников. От стариков слышал, что живет хозяйка гор в таинственном замке в глубине горного хребта, лишь изредка появляясь на поверхности и показываясь людям. Если ей в это время повстречается добрый молодец, то хозяйка может пригласить его к себе в подземной чертоге, обещая сказочные богатства и вечную жизнь. Однако до сих все молодцы, встретившиеся волшебницы, отказывались от этих благ. И поэтому подземная владычица вот уже тысячи лет оплакивает свою тоску и одиночество. Эти слезы и текут из скалы в урочище «Каменная чаша». 27 апреля 1906 года в Самаре состоялись торжества по случаю открытия Думы народных надежд. Так современники называли Первую Государственную Думу. Она была образована под влиянием событий первой русской революции 1905 года. Всего за 72 дня своей работы Первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства. В итоге она была распущена царем, войдя в историю как Дума народного гнева. 27 апреля 1919 года по случаю Первомая красноармейцам Самарского гарнизона вручили подарки. По полфунта мыла и столько же сахара. Раненым бойцам доставили сладости прямо в госпитале. В годы Великой Отечественной войны Евгений Мургунов, тогда еще 14-летний мальчишка, обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. Любимый многими актер театра и кино родился 27 апреля 1927 года. Всего в кино Мургунов сыграл свыше 100 ролей, но прославила его роль бывалого в комедиях Леонида Гайдая «Пес-барбос» и «Необычный кросс». 27 апреля родилась Анна Каменкова, популярная актриса театра и кино, заслуженная артистка России. После выхода многосерийных фильмов «Государственная граница», а затем «Визиты к Минотавру» Анну Каменкову назвали одной из самых красивых актрис Советского Союза. В этот же день родился известный хирург, детский доктор мира Леонид Рошаль. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Галина Дмитриевна Светкина, почетный гражданин Самарской области, депутат Самарской губернской думы. 27 апреля день рождения Елены Грушиной, заслуженной артистки России, актрисы театра «Самарт». 27 апреля день Ангела у Антона и Ивана. В народном календаре сегодня Мартынов день, Вороний праздник, еще одно название дня – Мартын-Лисогон. Считалось, что в эту пору лисы переселяются из старых нор в новые. На сегодня все, заглянем в календарь завтра. Субтитры создавал DimaTorzok